всем огромный привет дорогие друзья сегодня продолжаем изучение темы эндебели и предлагаю сплести вот такой жгут на 3 бисерины я вот таким образом использовала его на бусины пандора как раз проходит жгут на 3 бисерины вот кому интересно можете использовать в таком варианте давайте приступим для этого жгута я использовала три цвета бисера именно такие цвета какие присутствуют у меня вот на этих бусинах можно плести из одного оттенка тоже и этот жгут у меня самый закрученный вариант можно плести его менее закрученным вот такой получится видите разницу а можно за сплести прямой вариант все три варианта я сейчас буду показывать значит берем три оттенка бисера для мастер-класса я буду использовать вот такие оттенки и еще одно вот этот жгут я плела на леске 015 поэтому он более такой жесткий получился держит хорошо форму сейчас буду показывать плетение на нити нитку надо выбрать под цвет хотя бы одного бисера потому что нитку будет видно почему я сейчас плету на контрастной нити это чтобы вы увидели прохождение нити поэтому только а вообще нужно вот под цвет бисера выбрать и так одеваем нитку на иголку и начинаем работу одеваем 4 бисерины 2 бисера одного оттенка 2 бисера другого но все наверное жгуты начинаются одинаково спускаем на другой конец нити оставляем сантиметров 15-20 и проходим вот так складываем этот набор пополам вот так у нас складываются эти бисерины понятно да и теперь по вот этим синим спускаемся вниз у нас жгут на 3 бисерины поэтому надо будет чтобы их в ряду было 3 так сейчас у нас пока только два вышли из синих сейчас набираем два следующих оттенка у меня такие голубенькие на набрали вот они у нас смотрите как мы набрали сейчас проходим делая круг через вот эти синие вот теперь смотрите у нас в ряду получается ты вот такие столбика таких столбика теперь поднимаемся вверх по вот этим голубым вот у нас основа готова остается их соединить вот так складываем начало и конец и теперь вот наша рабочая нить проходя вниз вот по начальным начальному набору вниз идем и потом поднимаемся вверх по последнему набору и вот наша основа готова смотрите у нас пока в круге три бисера и все они соединены и сверху и снизу можете вот так вот проверить продолжаем плести при плетении нужно учитывать цвета смотрите у меня вот рабочая нитка выходят из голубого бисера значит сначала набираю я голубой бисер потом белый потому что будем уходить в белый вот так вот набрали смотрите вот сначала голубой потом белый потому что они вот так вот садятся уходим вниз на один бисер я плету по часовой стрелке можно плести и против но мне кажется вот по часовой стрелке удобнее вот этот набор последний у нас видите ложится сверху вот мы ушли на один бисер поворачиваем и поднимаемся через один бисер сейчас я показываю вариант без закручивания хорошенько натягиваем сейчас смотрите набираем только один бисер этим отличается нечетный набор так как у нас на 3 бисерины жгут вот теперь набираем только один а если бы у нас четный был набор мы бы набирали все время по 2 бисера вот этим и отличается значит набрали для того чтобы завершить вот этот круг выровнять его набрали один спускаемся через один и поднимаемся тоже через один хорошенько натягиваем получается мы выровняли ряд видите все здесь ровно и так продолжаем плести каждый раз у нас отличается набор бисера потому что мы идем по кругу вот сейчас наша рабочая нитка выходят из белого бисера значит сначала набираем белый бисер а так как мы уходим в синий то потом синий вот так спускаемся на один бисер поворачиваем поднимаемся через один бисер и и хорошенько натягиваем каждый раз нужно натягивать сейчас мы набираем один бисер здесь голубой из какого цвета выходят тот и сначала набираем уходим в белый мы выравниваем ряд и поднимаемся через один если мы вот так будем плести спускаться через один и подниматься через один бисер у нас получается вот такая прямая линия без закручивания видите сейчас я еще несколько рядов так провяжу чтобы вам показать вот смотрите такое прямое полотно у нас идет если вот спускаться на один бисер получаем прямое полотно спускаемся на один бисер и поднимаемся через один теперь я вам покажу как добиться слегка закрученного жгута и так набор точно так же вот мы вышли из синего бисера уходим в голубой точно так же набираем всегда спускаемся через один бисер спустились здесь важно хорошо натягивать у меня более рыхлая работа получается здесь когда будете плести имейте ввиду значит спустились через один бисер поднимаемся через два вот так вот теперь набираем один бисер вот у нас здесь белый спускаемся через один бисер и поднимаемся через один вот смотрите этим отличается набор опять идем вперед здесь у меня набирается голубой и белый потому что вот так они сядут спускаемся через один бисер поднимаемся через два бисера вот вот так вот через два поднимаемся в одном наборе дальше у меня идет синий бисер набираю его спускаемся всегда через один бисер и в данном случае поднимаемся тоже через один чтобы у нас сильно не закручивалась и если вы так будете плести вот у меня уже начал он закручиваться вы получите слегка закрученный вот такой жгут у меня тут кошка как же добиться более закрученного жгута очень просто смотрите выходим из синего набираем синий голубой всегда в любом плетении уходим вниз на один бисер но в данном случае всегда будем подниматься через два бисера вот если будете через два бисера подниматься у вас будет более закрученный round вот так поднялись сейчас набираем один бисер спускаемся всегда через один бисер но в данном случае поднимаемся тоже через два бисера вот если так будете подниматься через два бисера получится более закрученный жгут ничего сложного в этом нет и сложность плетения нечетных жгутов мне кажется это не сложно просто первый раз мы набирали четное количество последний раз может это у вас на 5 бисера на 7 бисера неважно вот последний раз всегда набираем один чтобы выровнять вот этот ряд спускаемся в любом плетение на один бисер поднимаемся в данном случае через два бисера чтобы получить более закрученный жгут тогда он у вас начнет закручиваться получите вы вот такой жгут и смотрите вот конечно леской плести хорошо потому что леску не видно а нитку видно поэтому если плетете ниткой обязательно выбирайте под цвет бисера вот я таким образом использовала мне очень нравится хорошо сидит и не ерзает вот эти бусинки они вот как бы плотно сидят такая у меня была работа но все девочки я с вами прощаюсь всем желаю удачных работ и до следующего видео пока пока